Петрушка У нашего Петрушки есть песни и частушки, и сказок миллион! Эх! Волшебный дворец открывается, и кто ж это вам улыбается? Потешный Буратино, надёжный Чиполино, Емеля тут как тот! По щучьему веленью, по моему хотенью, ребята сказку ждут! Волшебный дворец открывается, и сказка для вас начинается! В поле ветер веет, травку колыхает, путь мою дорогу пылью покрывает! Молодец судалый с золовоём засвищет, а пошёл полцвета свою долю ищет! Да, далека дорога из моей деревни Варежка в новую столицу! Виноват? Солдат Иван Варежкин из деревни Варежка! Далека, говорю, дорога! Потому как земля велика наша! А с другой стороны, куда ни глянь, всё места знакомые! Вот эта вот дорога куда ведёт? Ага, застава восточная! Надо же, и там побывать пришлось! Это когда у нас баталия приключилась с соседним ханом! Из-за чего всё началось, врать не буду, не знаю! Но только войско ханское перешло границы державы нашей, напало на пограничное наше поселение, дома сожгли да ограбили, а мирных селян в полон к себе увели! Но рассердился государь от обиды такой державе нашей, а особенно осерчал за мирных селян, которые в полон попали! Ну и пошли мы войной на хана! А когда стали его одолевать, призвал он к себе на службу генерала Свейского и адмирала Гешпанского! Да только они ему не помогают! Потому как русского солдата, когда он за правое дело победить, никто не может! Но и хан этот, эмир по-ихнему, задумал чёрное дело! Всех пленных казнить смертью лютою! Ну и меня вроде как на разведку послали, выяснить там, что да как у хана, как наших из неволи вызволить! Ну короче говоря, прошёл я через заставы ихние прямо в столицу! Да в самый что ни на есть ханский дворец! Гляжу в щёлку, а эмир с генералом-адмиралом военный совет ведут! А ещё на этом совете был эмиров визирь Арсланбек, правая его рука! Ох, хитрющий, доложу я вам! А уж кровожадный! Ну и вышел спор между генералом и адмиралом, но вы не поверите, чья одёжа лучшая! Их вот генерал-адмирал хлебом не корми! Дай только похвастаться, чтобы лучше себя перед эмиром выставить! Значит генерал Свейский свою одёжу хвалит, а адмирал Гишпанский свою! Моя шуба не какая-нибудь там, а Свейская! Это что-то дозначит! Моя шуба не какая-нибудь там Свейская! Гишпанская! Гишпанская всегда выше Свейской! А Майн Год, как можно сравнивать! Гишпанская со Свейским! Да в моей шубе никакой мороз не страшно! А в моей шубе никакая жара не страшно! А в моей шубе зимой тепло! В моей зимой тепло! Зато моя шуба не мокнет под дождём! И моя под дождём не мокнет! Это моя не мокнет! Моя не мокнет! А моя шуба пули не пробивают! От моей шубы пушечные мортирные ядра отскакивают, как орехи! Ха-ха! Гишпанский хвосток! Шведский выскочка! Хвосток! Выскочка! Мне кажется, что было бы разумнее проявлять свой воинский пыл на полях сражений, как это и подобает доблестным воинам. Не так ли, мой славный генерал Паша? Или, может быть, я не прав, мой доблестный адмирал Паша? Вы совершенно правы, ваше эмирское величество! Мат! Что скажешь ты, мой первый визирь? О, повелитель правоверных и солнца вселенной! Да пребудет над тобою благоволение Аллаха! Да хранит Всевышний великого эмира от бета несчастья! Никто я, как ни жалкий червь, не достойный даже созерцать твое величие! Разве смею я советовать тебе? Вот видите, мои доблестные военачальники, даже мой первый визирь не может рассудить ваш спор! Здравия желаю, ваше эмирское величество! Аллах! Неверный в покоях солнцеподобного эмира! Эй! Стража, схватить его! Это же бражеский лазурчик! Стража, схватить его! Стража, схватить его! Отсечь голову неверному! Эки, ваше величество визирь у вас нервный! Чуть что, сразу голову рубить! Ну а чего тебе меня бояться-то? Я ж без ружья, без сабли! Отпустите его! Ох, храбрый эмиру, храбрящий эмиру! Не пристало нам, великому эмиру, бояться безоружного геура! О, солнцеподобный! И не пристало тебе, мой первый визирь, распоряжаться в моем дворце! О, храбрейший из храбрейших в этом подлунном мире! О, великий владыка! Всему причиной моя безграничная любовь к тебе и страх за твою бесценную жизнь! Пощади и не лишай меня своего эмирского благоволения! Вспомни преданности заслуги твоего ничтожного раба, который лишь пылинка в лучах твоего величия! Да! Красиво говорит, однако! Он не только красиво говорит, Геур! Когда надо, клинок его дамасской сабли быстр, как зигзаг молнии! Я надеюсь, ты в скором времени убедишься в этом! Так, ваше величество, я вроде как и не тороплюсь! А ты храбр, Геур! Только храбрость это или безрассудство! Так, ваше величество, волков боятся в лес не ходить! Чему мы обязаны таким счастьем лицезреть тебя? Чем пришел ты к нам? Так, как сказать, ваше величество, познакомиться зашел? Познакомиться? Познакомиться! О, солнцеподобный! Любое наказание будет слишком легким за подобную дерзость! Разве что посадить его на кол, ведь он же смеется над вашим величеством! Какие все-таки ваше величество, он у вас кровожадный! Это не единственное его достоинство, Геур! Так что привело тебя к нам? Ну так правда, ваше величество! Познакомиться зашел, поболтать! Что? Поболтать? С нами? Не, ну, ваше величество, ежели я вроде как и не вовремя, то я и пойду! У нас, как говорят, незваный гость хуже... Отпустите его! О, солнцеподобный мудрейший, ты же видишь все в этом подлунном мире, не верь этим презренным лживым устам! Не позволяй опутать себя сладкозвучными речами, он же подослан! Это же вражеский лазурь! Это шпион! Не собираетесь ли вы, мой доблестный генерал Паша, и вы, мой славный адмирал Паша, усомниться в нашей мудрости? Нет! Что вы, Ни! Что вы, Ни! Что вы, Ни! Вы, Ни! Но перед моей мудростью они будут бессильны! Неизвестны все ухищрения геуров и все способы развязать им языки! Мы знаем твое усердие и твое умение и ценим их, но нам скучно, а беседа с ним развлечет нас! Геур, садись! Благодарствуйте, ваше величество! Рассказывай, кто ты? Какого ты рода звания? Я-то, ваше величество? Да я солдат! Солдат? Простой солдат? Да, простой солдат, Иван Варежкин! Иван Варежкин? Солдат, Иван Варежкин, ваше величество, из деревни Варежка! Из деревни Варежка? Так не мудрено, ваше величество, я же там не генерал какой или адмирал, простой солдат! В нашем войске почти все такие! Так вот, иному иноземному генералу или адмиралу там фору дадим. Что? Что? Древняя Варежка! Что? Фору говоришь? А вот послушай-ка, Иван Варежкин. Вот тут между моим генералом Пашой и моим адмиралом Пашой спор вышел, у кого какая шуба, у кого она лучше. Вот генерал Паша говорит... Да, моя шуба никакого мороза не боится. А адмирал Паша... Моей шубе никакая бессинская жара не страшна. Ну вот, Иван Варежкин, рассуди наш спор. По моему разумению, Ваше Величество, генералов и адмиралов там не по одежи судят, а по их победам в ратных сражениях. Да как ты смеешь, хан! Ваша Величество, я прошу оградить нас от ханства этого негодяя! Говори, 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 солдат. Ну, а коль разговор о шубах зашёл, так лучше моего солдатского кафтана и нет. Ему ни жара, ни мороз не страшен, а ветер и подавно. Да? Ну что ж, тогда спор выйдет между вами. Если мой генерал Паша выиграет, то я немедленно назначаю его фельдмаршалом, а если выиграет мой адмирал Паша, он будет командовать всем моим флотом. Ну, а если выиграешь ты, солдат Иван Варежкин, то так и быть. Отпущу тебя с Богом. Или, как там у вас говорят, на все четыре стороны. Ну, а если уж проиграешь, тот не обессует голова с плечи. Нам не привыкать, ваше Величество. Ну, что ты скажешь, мой первый визирь? Мудрость нашего эмира безгранична, как безгранична преданность его подданных. А все-таки, мой мудрый визирь, как мы разрешим этот спор? О, великий владыка, мечтаю решение на твоем лице. Ну, погоди, Георгий, вот теперь ты от меня не уйдешь. Слушайте все, повелитель правоверных и солнцевселенной, великий эмир, повелевает. Сначала поместить всех троих в подземелье башни Аль-Шуала, где в самый жаркий день стоит вечный холод, и держать их там до тех пор, пока кто-нибудь из них пощады не попросит. Затем оставшихся поместить на вершину башни сад Адзабах, который так высока, что солнце там плавит даже камень. Ну, ваше мирское величество, мы... Что стужу Аль-Шуала и пекло сад Адзабах выдержит, тот и спор выиграет. Такова воля эмира. Такова наша воля. Завтра поутру начнём. Ну, пораскинули генерал с адмиралом и видят, что даже выгоду соблюсти могут. Повеселели даже. Генерал Свейский на свою шубу надеется и уже себя фельдмаршалом видит. А адмирал Гешпанский на свою. Ну, аж светится весь изнутри. Светится. Ну, как же, ведь с завтрашнего дня ведь всем флотом командовать будет. Ну, а я сижу в темнице эмирской да на своём старом солдатском кафтане заплатки ставлю да прорехи штопаю. Ну, а на утро... О, повелитель правоверных и солнцевселенной, и великий эмир, прикажи, с чего начать? С подземелья Аль-Шуала или с башни Са-Та-Дзаба? Жары, Ваше Минское Величество! Жары! С холода! С холода, Ваше Минское Величество! С холода, я сказал! Жары! Жары! Холода! Холода! А ты что скажешь, Иван Варешкин? А мне все единое, Ваше Величество, любой приказ исполню. Только, коли я безоружен, вели мне палку вместо ружья выдать. Я там от нечего делать, буду ружейные приёмы исполнять. А уж конфуза, Ваше Величество, вы от меня не дождётесь. Палку? Зачем палку? А такого уговора не было. Зачем палку? Да будет так. Ну, опустили нас с генералом и адмиралом в подземелье Аль-Шуала. А там действительно стужа невиданная. Камни от холода лопаются, всё живое в лёд обращается. Но такая холодюга, что даже пара за рта не идёт, всё замерзает. Генерал с адмиралом. Генерал с адмиралом сидят в своих шубах на трёх мехах, но издали, как прямо с тога сена. Не отличишь. Ну, а я кафтан потуже подпоясал, ногами притоптываю, себя руками по бокам хлещу, то присяду, то встану, щёки, уши, нос потру, побегаю туда-сюда, опять присяду. Ну, а после стал ружейные приёмы исполнять. И сам себе командую. Кали! К ноге! Кали! К ноге! И от этих ружейных приёмов мне так жарко стало, но точно только что из бани выскочил. А адмирал в своей шубе так закоченел. Но вот чует последние силы его на исходе и кричит, взмолился. Пощады кричит! Помогите кричит! Ну, короче, оконфузился. Привели нас к миру, адмирал всё согреться не может, зуб на зуб не попадает. А генерал, ну вот вы не поверите, меня перед эмиром распекать принялся. Ты солдат, плохой солдат! Виноват, ваш брат! Неправильно ружейные приёмы исполнял! Виноват, ваш брат! Целых тебе ошибки допустил! Приклад высоко держал, раз! И колол мне глубоко, два! Ты понял, ты плохой солдат! Виноват, ваш брат! Вот, ваше эмирское величество, очень плохой солдат, некудышный солдат. Некудышный, говорите вы, любезный моему сердцу, генерал Паша. А что скажет, дорогой мой адмирал Паша? Юры, ваше величество, всю жизнь живут в снегах и оттого к морозу привычны. А на башне Са-Та-Дзабах он изжарится, как скорпион на жаровне. Но если он попросит пощады... Ты так думаешь, мой визит? Ну что ж, солдат, наш спор ведь ещё не закончен. Вот теперь наше эмирское величество желает посмотреть, как ты жару, башни и сад от Забах выдержишь. Но уж не выдержишь, проиграешь. Не серчай. Голова с плеч. Эх, ваше величество, двум смертям не бывать, а одной уж не миновать. Так, досточтимый генерал Паша, вы готовы. К чему, ваше эмирское величество? К чему? К тому, чтобы подняться на башню Са-Та-Дзабах, выдержать испытание, победить и получить из наших рук жезл фельдмаршала. Жезл фельдмаршала, это да, но... Но как же я могу? Я спорил с адмиралом, ваше эмирское величество. Спор я выиграл. А быть солдатом на равной ноге мне невозможно, я же генерал. О, дорогой нашему сердцу, генерал Паша, а в будущем, возможно, и фельдмаршал. Если вы настоящий генерал, то почему же вы боитесь солдата? А если вы боитесь солдата, то какой же вы тогда генерал? Визирь, обоих поднять на башню. Но ваше эмирское величество... Такова моя воля. Ну, подняли нас с генералом на эту самую башню Са-Та-Дзабах. Она такая высокая, что вот, кажется, руку протяни и до солнца дотронешься. Ну, и потому жара тут действительно. Ну, камни прямо плавятся. Генерал шубу свою скинул. Ну, какая шуба при такой жаре? Да куда там? Язык высунул, глаза выкатил. Ни вздохнуть, ни выдохнуть не может. Ну, а я от нечего делать туда-сюда похожу. Палкой за место ружья поигрываю, но чувствую, ну, вот, ну, припекать начало. Солнце кричу! Ты же русских солдат в боях и сражениях видела! Там ведь пекло было, не че-то оно нишнему! Ведь ничего, живы остались! Так че ж ты зря-то стараешься? Смотри, само не сгори! А генерал, смотрю, уже усыхать начал, почернел, сморщился. Ну, и с последних сил кричит «Помогите! Помогите!» кричит «Караул!» Ну, в общем, тоже конфузился. Привели нас к миру, генерал весь пооблес, волдырями от жары покрылся, но смирный стал. Забился к адмиралу в угол, ну и тихонечко сидит, только глазами зыркает. Ну что ж, солдат Иван Варежкин, победил ты честно в споре. Порал с ты нам. И хоть обещали мы отпустить тебя с миром... О, великий эмир! Неужели этот презренный геур уйдет из твоего дворца безнаказанного? Визирь, попридержи свой мерзкий язык, если он тебе дорог. Когда нам понадобится твой совет, мы сами известим тебя. О, солнцеподобный, прости мою дерзость. Так вот, солдат, хоть и обещали мы отпустить тебя с миром, но жаль отпускать нам тебя без награды. А вот скажи нам, ты не побоишься сразиться в хитрости с моим визирем? Вот если выиграешь, мы не только отпустим тебя, мы выполним любое твое желание, любое, солдат. Ну, а уж не выиграешь, проиграешь, не обессудь, голова с плеч. Так, ваше величество, в хитрости говоришь? В хитрости, в хитрости, солдат. С вашим визирем говоришь? Да, с моим визирем. Ну, а чего, ваше величество, где наше не пропадало? В хитрости так, в хитрости так. Ты что скажешь на это, визирь? Ой, великий владыка, мудрейший из мудрых, ты, как всегда, тысячу тысяч раз справишься. Смотри, визирь, здесь задета наша честь, а честь для нас дороже жизни, так гласит надпись на нашем фамильном клинке. О, повелитель правоверных и солнце вселенной. Меньше слов, визирь, меньше слов. Итак, приступим к состязанию. Ты готов, солдат? Так точно, ваше величество. И как же ты собираешься перехитрить моего визиря? Так вот, ваше величество, бьюсь об заклад, что мы с вашим визирем пойдем к речке и вернемся. И хотя у меня будут связаны руки, а у него нет, ваш визирь не сможет напиться из реки. Даже одного глотка не сможет сделать. Как же это так? Да вот так уж, ваше величество. Погоди. Вы пойдете вместе к реке и вернетесь. Так точно. У тебя будут связаны руки, а у него нет. Так точно, ваше величество. И он не сможет напиться из реки. Так точно. Не сможет сделать ни одного глотка. Так точно, ваше величество. Да как же ты этого добьешься? Хитростью, ваше величество, только хитростью. А что ты искаешь, визирь, на это? О, повелитель, очевидно, страх помутил рассудок у этого нечестивого Геура. Воистину, когда Аллах хочет наказать кого-нибудь, он лишает его разума. Я сам взрываю тебя. И свяжу тебя так, что ты не сможешь пошевелить даже мизинцем. Я это делать умею. А потом мы посмотрим, как ты помешаешь мне. Я не только напьюсь воды из реки, но ради такого случая я даже в ней искупаюсь. Можешь считать, что ты уже обезглавлен. И связал он меня, я вам скажу. Уж то, что делать, это он умел. Я даже мизинцем пошевелить не мог. И всю дорогу, пока мы шли к речке, он меня все пинками подгонял. Уж видно, не терпелось ему со мной посчитаться. Подошли к реке. Визирь зачерпнул воду и говорит. Ну, что, солдат, пришел твой последний час? Ты с кем? С кем ты вздумал тягаться? Со мной, с первым визирем эмира, с самим Асландеком. Ну, попробуй. Попробуй мне помешать напиться. Не можешь? Ха-ха-ха-ха, не можешь. Ну, так вот. Я сейчас добр, и пока я буду пить, ты можешь в последний раз полюбоваться вот на эти звезды. А рассвета тебе увидеть уже не придется. Ты так думаешь, визирь? А ты сомневаешься? Да сомнительно что-то. Это еще почему? Вот, я сейчас сделаю этот глоток, потом выпью всю эту пиалу. Ну и что? Как ну и что? Отведу тебя обратно во дворец. Ну и что? Как это ну и что? Ну, вот ты будешь говорить, что пил воду из речки. Ну? А я буду говорить, что не пил. Как это? Ну, вот ты будешь говорить, что пил воду из речки, а я буду стоять на своем, не пил и все. А кто докажет, что ты прав? Ты ведь свидетель с собой не взял, и подтвердить твою правоту некому. А пока вернемся обратно во дворец за свидетелями, потом опять к речке. Смотришь, я рассвет и застану. Это только отсрочка. А я думаю, генерал Паша и адмирал Паша тебя как свидетеля устроят. Чего устроят? Хорошие свидетели. Ну так вот, до дворца не так уж и далеко, а до рассвета долго. Я постараюсь сделать все, чтобы ты его не увидел. А ну, пошевеливайся. Да иду, я иду. И вот всю дорогу, пока мы во дворец шли, он меня пинками подгонял. Не, ну я, честно говоря, особенно-то и не сопротивлялся. Но уж, когда вошли во дворец к миру... Ну что, наш первый визит, наш драгоценнейший первый визит. Я надеюсь, ты с честью прошел испытание, но... Нет еще, оповелитель, но... То есть, как это «но»? Вы что, не были солдатом у реки? Были, оповелитель, но... И что? И ты выполнил все условия? Нет, оповелитель, но... Что «но»? Вы были с солдатом у реки, и ты не напился из неё? Нет, оповелитель, То есть, как это? У него были связаны руки, он не мог помешать тебе? И ты не сделал из реки ни одного глотка. Солдат, это правда? Так точно, ваше величество. Как же тебе это удалось? Хитростью, ваше величество, как договаривались. Только хитростью. Я все понял. О, владыка, о, великий эмир, этот Георг меня подло обманул. Это нечестно. Это нечестно. Не тебе, мерзкая собака, говорить о чести. Если ты не прикусишь свой язык, я клянусь с Аллахом. У нас одним визирем станет меньше. Ой, я глупец! С такими ничтожествами! Я собрался воевать с народом, где даже простой солдат Намного храбрее, чем мои первые генералы и адмиралы. И хитрее, чем мой первый визирь. Прочь отсюда! Все прочь! Солдат, слушай, ваше величество. Ну, что ж, солдат Иван Варежкин, Обещал я тебе отпустить тебя с миром И выполнить любое твое желание. Ну, что ж, говори. Ваше величество. Отпустите мирных селян, Которых ваши воины в полон взяли и в темнице держат. Фух. А ты храбр, Иван Варежкин. И с этим ты пришёл ко мне? А почему ты думаешь, что я выполню своё обещание, Ведь стоит мне только приказать и... Нет, ваше величество. Почему? Ну, ведь на вашем фамильном клинке написано, Что честь для вас дороже жизни. А ты не только храбр, ты умён, Иван Варежкин. А послушай-ка меня. Иди ко мне на службу. Хочешь, я тебя генералом сделаю. Или первым визирем. Первым визирем будешь у меня. Будешь богат. Ни в чём не будешь знать отказа. Благодарствую, ваше величество. Благодарствую за честь. Только всё это не по мне. Почему? Так ведь как у нас говорят, Родная сторона мать, А чужая мачеха. Ведь своя земля, ваше величество, и в горсти мила. Ну что ж. Как говорят у вас, Вольному воля, Иди с миром, солдат Иван Варежкин, Дам я тебе двух провожатых, Иди и скажи своему государю, Что моё эмирское величество Желает с ним жить в мире и согласии. А в подтверждении сего, Он, великий эмир, Отпускает из темниц Полонённых мирных селян И готов возместить убыток, Коей войной державе нашей нанесён. Чтобы, говорит, жить Вечно в дружбе. Вот с тех пор у нас На этой заставе всё ладно, Да по-хорошему. Держит слово эмир Судалый соловьём засвищет, А пошёл полцвета Свою долю ищет. Кончаются сказки И поздно, и рано, Они незаметно Уходят с экрана. Но сказками мы, Как известно, богаты. Теперь напишите Петрушки, ребята. Какие вы сказки Увидеть хотите? Скорее, ребята, Петрушки пишите. И ваши рисунки, И ваши игрушки, Вы тоже друзья Присылайте Петрушки. Петрушки. Волшебный ворец Закрывается И с вами Петрушка Прощается. Продолжение следует... Редактор субтитров М.Лосева